15 мая поздравление от Казанского федерального университета Министерства образования и науки Республики Татарстан получила Елена Александровна Широкова, профессор Института математики и механики имени Лобачевского. Этот день был выбран не просто так. 15 мая отмечается Всемирный день семьи. Елена Александровна является представительницей знаменитой династии Широковых. Поздравили Елену Александровну, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Университет Казанский всегда с почтением относится к этим династиям. Вы возглавляете и всегда мы оказываем внимание и всегда готовы поддержать. Широков – семья великих математиков. Дед Елена Александровна и Петр Широков – основатель кафедры геометрии Казанского университета. Родился в 1895 году. Воспитал целый ряд блестящих ученых геометров – Лаптев, Петров и другие. Умер во время войны из-за серьезных проблем со здоровьем. В 1944 году он умер, в феврале. У него остались ученики, остались работы очень интересные. Жена Петра Широкова Наталья Александровна окончила аспирантуру в Казанском педагогическом институте. Защитив сначала кандидатскую, потом и докторскую диссертацию, работала в должности доцента, а затем и профессора на кафедре русского языка Казанского университета. Она всегда обожала Пушкина. Вот у меня есть ее еще книги пушкинские и русский язык. Она решила заняться русским языком. И вот во время войны она защитила диссертацию кандидатскую. Труды Широкова продолжил его сын Александр Петрович. Он развивал идеи отца и тем самым сформировал то научное направление, которое является в настоящее время определяющим на кафедре геометрии КФУ. Он разобрал работу своего отца, оставшуюся после него, сам со своим учителем Борисом Кичем Лаптевым. Занялся тоже геометрией, продолжил идеи своего отца. Существуют книги совместные. То есть он взял работу своего отца, их развил многие и написал книгу. Сама Елена Александровна родилась в 1951 году. Днем ранее, 14 мая, ей исполнилось 69 лет. В Казанском федеральном университете она работает уже более 40 лет. Продолжая дело своей семьи, является профессором кафедры математического анализа. Вот сейчас вот занятие будет у студентов второго курса Мехмата. Знаменатель. Да, уже полюсы. Какие и минусы. Совершенно верно. Бесконечность тоже может там повлиять на смену знака. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универньюс.